всем привет с вами сегодня сергей надя и но проводим интервью втроем и будем исследовать очень интересный феномен на нади и и онлайн школы по пищеварению которая с одним сотрудником делает 5 миллионов рублей раз в сезон за один запуск это очень интересно причем бизнес делается так по-женски и расслаблены как тебе пришла идея строить такой онлайн-школу почему она изначально идея строить онлайн-школу не было были проблемы с пищеварением и я начала заниматься своим пищеварением это было около 11 лет назад в нью-йорке и я начала изучать аюрведу потом постепенно аюрведа решила многие проблемы но не все и я начала изучать функциональную медицину и когда мое пищеварение более-менее восстановилась то я начала вести живые группы по просьбам в нью-йорке и оффлайн группы у меня сформировалась определенная база так скажем документов материалов через которые я проводила группы и через год у меня вышла книга в штатах по пищеварению которая стала бестселлером на амазоне за один день мы начали делать американский онлайн класс я провела какие-то мастер-классы уже с более известными специалистами то есть книга стала вот таким толчком который мне позволил сделать интервью с очень интересными людьми и сделать маленькую первую программу на английском пищеварению и оттуда yoga journal россия заметили что у меня русская фамилия и основатель вот как раз российского yoga journal элен фербер написала сказал надя не хотела бы ты писать для нас и провести детокс сезонный и у нас первый детокс прошли около трех тысяч человек и на второй год у нас уже было около да по базе yoga journal на второй год у нас уже было около 10 тысяч через три года после знакомства с русской аудиторией мы сделали первую платную программу в россии записывайтесь на наш бесплатный вебинар ты не тратишь денег на рекламу практически вообще ну мы пытались тратить у нас была команда которую мы брали как аутсорсинг который но мы тратили вот у нас там был бюджет около 1000 долларов но ребят сказали в конце что у нас это реклама пошла в ноль я вкладывала больше наверное времени и усилий на то чтобы построить отношения с партнерами аюрведа маркет если есть какие-то сайты например yoga journal и у них есть возможность сделать рассылку то я самостоятельно всегда пишу все письма и очень требовательно отношусь к людям и их внимание мне кажется что письма не должны быть продажными они всегда должны нести какую-то пользу поэтому я пишу контентные либо письма либо статьи либо записываю специально какой-то бесплатный материал получается повторные продажи рекомендации и 30 процентов партнера изучала ли ты формулы как проводить эти продающие мастер-классы или ты делаешь по наитию я смотрела вот программу брендона бушарда и смотрела как они пишут мастер-классы но я так не могу мне в какой-то мере стыдно слишком много времени тратить у людей и описывать им все преимущества или рассказывать кейс стадии кажется что это все есть на продающей странице если людям интересно они это прочитают я понимаю что это не совсем правильно но мне кажется так как время очень ценный ресурс то из двух часов которые я прошу людей провести вместе со мной мне лучше дать что-то полезное что люди смогут взять и использовать самостоятельно и в конце сказать что если вам интересно чтобы я вас поддержала пока вы вводите вот это в практику у нас группа открывается такого-то числа ты говорила что потом после самого мастер-класса ты еще неделю их письмами подогреваю что то есть у нас вот что опять же пугало иногда ребят которые которые делали со мной запуск после вебинаров у нас продаж немного заявок много иногда и заявок немного то есть нет такого что вот прошел вебинар и там в течение 24 часов у нас 200 продаж там может быть 10 продаж может 20 продаж остальные продажи приходят после контентных писем которые выходят в течение семи и десяти дней и сколько у тебя получается здесь вот 5 миллионов за запуск сколько из этого реклама сколько там затрат на команду сколько получается чисто прибыли 3 4 чистыми точно 3 спаян 4 чистыми с запуска и запуск раз три месяца с технарской стороной насколько было тебе сложно разобраться то что ну во первых то что надо конечно общаться с фрилансерем потом то что всякие там гид-курсы там реклама и прочее то есть вот насколько это было сложно сложно потому что я в этом не разбираюсь и разбираться в этом не не хочется и гид-курс во многом конечно решил эту проблему то есть там они ну их ребята помогли чуть-чуть настроить они посоветовали кого можно взять чтобы настроить но страницы продающие тогда не сильно красивые это ограничение которое мы сейчас пытаемся как-то обойти как-то заранее работать с дизайнером чтобы она знала что можно делать что нельзя делать строить внутри программу чтобы она красиво была оформлена и интуитивно потому что опять же у меня аудитория женщины для них это имеет значение как тебе вести бизнес когда ребенок ну вот так мы с ним так давали первое интервью я то есть первое интервью начала записывать когда им было четыре недели сейчас и насколько скорости месяцев первый запуск мы делали когда им было три месяца но в принципе со второго дня я уже начинала диктовать сообщение помощницам так чтобы поддерживать отношения с аудиторией и куда-то не пропадать подписывайтесь на наш канал оставляйте комментарии и лайки онлайн-школу можно вести разными стилями то есть можно как вести как это мы делаем например довольно агрессивно с уже с командой с процессами там и так далее а можно вести ее по-женски я не стремлюсь каким-то цифрам мне хочется быть но ты не стремишься к цифрам но тем не менее ты делаешь очень желанные цифры даже для многих мужчин спасибо и начинайте делать свою онлайн-школу уже уже пора